Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляем с воскресным днём и с памятью великого пророка Иеремии. Он жил за 600 лет до Рождества Христова. В раннем возрасте, уже в 15 лет, он получил от Бога откровение, что он будет великим пророком. Пророк — это не просто святой человек, это тот, который волит или не волит, хочет или не хочет, но будет обязан возвещать волю Божью народу, среди которого он будет жить. И вот, приняв на себя этот крест, а это тяжелейшая доля, указывать народу на неправильную жизнь, терпеть поношение, терпеть поругание, терпеть побиение, темницу и прочие искушения от окружающих людей, он принимает на себя скротостью и благоговением. Пророк возвещает людям о неправильной жизни, что они забыли Бога, что стали поклоняться страстям, стали жить по чувственным удовольствиям, наслаждаясь телом, забывая о молитве к Богу. Так жить не должны люди на земле. Люди должны помнить о своём Создателе, о своём Творце и Боге. Но люди забывали Бога. И чем дальше они уходили от своего Создателя, тем глубже погружались в бездну греха. Вот потому пророк одел на себя хомут деревянный и показывал тем, уж если вы не верите словам моим, я хожу в хомуте. На вас, на этот народ, Бога забывший, Бог оденет хомут, и вы будете ходить, как рабы. А люди не слушали. Он потом одевает на себя хомут железный, сгибается под тяжестью этого ношения, тем самым показывает, вот так вы будете рабами, забывшими Бога. А люди всё равно не верили. Люди приобретали образование, занимались приобретением имущества, богатством, и хвалились им. Вот потому сегодня я хочу открыть вам, дорогие братья и сестры, из священного текста Писания Ветхого Завета, несколько строк святого пророка Иеремии, которые очень важно нам сегодня услышать, нам, тем, которым также обращается пророк, как к народу, который чувствует свою избранность и любящий Бога. Так, говорит Господь, да не хвалится мудрой мудростью Своею, да не хвалится сильной силою Своею, да не хвалится богатой богатством Своим, но хвалящиеся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь. Вот представьте, как эти слова должен был воспроизвести пророк народу, который погрязал в удовольствиях и чувственных наслаждениях, обмани, лицемерии. И потому пророк говорит, «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источникам слез, и я плакал бы день и ночь от дщери народа моего!» Он действительно проливал слезы о грехах людей, почему следующая книга его называется «Плач пророка Иеремии». И он говорит о причинах этого плача, о причинах бедствия людей, один из которых – ложь. Сегодня в нашем мире, если мы посмотрим немножечко о тех пророческих словах, они должны коснуться и наших сердец, потому что то, что говорил пророк, он как бы говорит нам, каждому из нас. Послушайте, это 9 глава книги пророка Иеремии, 3 стих. «Как лук напрягают язык свой для лжи, усиливаются на земле неправдою, ибо переходят одного зла к другому, и меня не знают, говорит Господь». Вот сегодняшние социальные сети – ложь, фейки, какие-то непроверенные информационные сообщения, люди в страхе, в ужасе. Как сказал удивительно пророк, «Как лук напрягают язык свой для лжи, усиливаются на земле неправдою». Но самое-то главное – «Переходят одного зла к другому, и меня не знают, говорит Господь». «Язык их убийственная стрела, говорит коварно, устами своими говорят, с ближними своими дружелюбно, а в сердце своем строят ему ковы». И вот еще важная мысль, на которую мне хотелось бы обратить ваше внимание. Пророк Иеремия пишет. «Так говорит Господь». Вы слышите? Не он говорит, не я пишу, говорит Пророк. «Господь так говорит, слушай, народ, шма Израиль, слушай, Израиль». Обращался пророк к людям, которые должны были сохранить веру истинную, но забыли ее. И за это забвение их ожидало рабство вавилонское, египетское и всевозможные страдания. И зная это, и возвещая людям, и видя их слепоту, он со слезами на глазах обращался к людям, не своими, а словами Господа, и говорил. «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа». Какие удивительно страшные и сильные слова. Вдумаемся и мы, люди, живущие в третьем тысячелетии, «Проклят человек, который надеется не на Бога, а на людей, на начальников, на тех, которые нам помогут, которые рядом». Вот на людей, люди сегодня надеются, а не на Бога. «Проклят, говорит пророк Иеремия, такой человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа». Разве это не к нам призыв? Не удаляться сердцем от Господа, молиться Ему, не лениться, поститься, не расслабляясь, в среду и пятницу после этих дней, которые наступили после Пасхи, соблюдать воздержание, удалиться от греха, раскаившись в них, уже к ним не возвращаться, и не надеяться, что кто-то из людей поможет нам. «Помощь моя от Господа, сотворшего неба и землю». Мы должны всем сердцем надеяться на Господа, и надеющиеся на не постыдятся. Это все учение, которое продолжает сегодня Святая Русская Православная Церковь, о которой мы иногда забываем, опять надеемся на людей, что кто-то из людей нам поможет, а не Бог. А вот надежда должна быть о пророчестве Иеремии на Господа. И дальше он продолжает. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь». Вы слышите? Я еще раз прочитаю эти слова пророка Иеремии, который не свои слова произносил, а те слова, которые вмещал в его сердце и в его душу сам Бог. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь». Вот почему сегодня похвалю воинов, которые идут в бой с именем Господа, не просто «Ура!» с Богом. Перед каждым добрым делом мы должны молиться. Вот почему даже есть такое у пророка Моисея слово «Знамя мое Господь». Вы слышите, какие должны быть знамена над нашими войсками? Спас нерукотворный должен воссиять над войсками русскими. Под этими знаменами спаса нерукотворного ходил Андрей Боголюбский. Со спасом нерукотворный бил шведов Александр Невский. С этими знаменами ходил Иван III, Иван IV, освобождая Казань. Вся Русь, вплоть до революции, над собою воздвигала знамя, на котором был Господь, потому что Русь надеялась на Господа. И благо есть, надеетесь на Господа, нежели надеетесь на человека. Вот пока в каждом сердце русского человека не воздвигнется это знамя, которое и есть Господь, нам очень далеко до победы, нам очень далеко до выхода из ситуации, в которой мы, как тот народ Израиля, который забывал Господа, погружался в разврат, в жизнь, в свое удовольствие и надеялся на человека, что, мол, помогут люди, а не Господь, ожидают тяжелые испытания и времена. Ибо Он, Господь, будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Разве это уже не те слова, которые потом скажет пророк Давид? Разве это не те слова, на которые потом будет уповать и опираться верующее сердце православного человека? Разве это не то упование, что тот, кто будет надеяться на Господа, будет, как древо, посаженное у источника воды? Он будет опекаем заботой от Господа и источник, и вода напаяет на то дерево, и лист его не упадет. Вот что значит надеяться на Господа. И далее пророк пишет, «Ты, Господи, Надежда, все, оставляющие Тебя, посрамятся». «Все, оставляющие Тебя, посрамятся», – говорит пророк сегодня, память которого мы торжественно прославляем. И не просто праздник сегодня празднуем, некоего святого. Мы читаем его слова, которые он обращает к сердцу каждого из нас. «Отступающие от меня, как бы говорит уже от имени самого Господа пророк, будут написаны на прахе, потому что оставили Господа источник воды живой». Вы слышите, какое удивительное смысл о сочетании? «Оставили источник воды живой». И вот сегодня сам Иисус Христос говорит нам об этом источнике у самарянки. И мы с вами откроем уже Новый Завет и прочитаем слово самого Спасителя, который сказал самарянке, «Всякий, пьющий воду сию из этого колодца, о котором он разговаривал с нею, вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Вот потому, дорогие братья и сестры, мы и притекаем к источнику воды вечной жизни, ко Христу, потому что о нем говорил Господь через пророков, что он будет тот источник воды живой, который удовлетворит духовную жажду, о которой потом будут сложены даже поэтами стихи. «Духовной жаждаю томим, невыносимое он днесь выносит и жаждет веры, но о ней не просит». Вот эта духовная жажда, я ни в чем не могу получить удовлетворение, ни в чем не успокоюсь. Один святой так и сказал, «Господи, я ни в чем не найду покоя, пока не найду Тебя». Вот сегодня, дорогие, в этот воскресный день, я хочу поздравить всех тех, кто носит имя Господа в своем сердце, кто Господа сделал знаменем своим, потому что знамя мое, говорил пророк Моисей, Господь, и если мы с Богом, то кто против нас? Потому и Александр Васильевич Суворов говорил, молись Богу, от Него победа. Бог наш, генерал, Он нас и водит. Ура! Мы русские, с нами Бог! Какой восторг! Аминь! Христос воскресе! По истину воскресе! Христос воскресе! По истину воскресе! По истину воскресе Христос и нам даровал живот вечный. Аминь! Корректор А.Егорова